Бронированные Вольво в новостях мелькают нечасто. Тем интереснее кроссовер XC90, который предлагает защиту класса VR8. Сантиметровые бронелисты и 5-сантиметровые стекла сохраняют пассажиров от пуль калибра 7,62 с бронебойным сердечником и от взрыва 15 килограммов тротила в двух метрах от машины на высоте 1 метр. Броневик построен на основе полноприводной комплектации T6 Inscription, а это означает, что возросшую почти на полторы тонны массу везет двухлитровый турбомотор, который у стандартной машины развивает 360 лошадиных сил. Первое поколение минивена Plymouth Voyager вышло еще в 1984 году. С тех пор минуло 5 поколений. Модели семейства выпускались также под марками Dodge, Chrysler, Lianche и даже Volkswagen. Но вышедшая в 2016 году шестая генерация стала называться Chrysler Pacifica, а в самой Америке имя Voyager не используется уже более 15 лет. Тем удивительнее, что группа FSA возродила забытый бренд. Правда, фактически Chrysler по-прежнему выпускает только две модели – Sedan 300 и Venn Pacifica. Потому что новый Voyager и есть Pacifica в начальных комплектациях L и LX. Богатые версии оставят Pacifica, а Voyager – это машина с бампером без противотуманок и меньшим количеством хрома. Салон всех машин семиместный, а единственный бензиновый V6 сблокирован с девятиступенчатым автоматом. В Америке новый Voyager будет стоить около 27 тысяч долларов. В России такому не бывать. Pacifica продается у нас в единственной комплектации – Limited Platinum, ценой более 4 миллионов рублей.